Демонстрирует пример стойкости и жизнелюбия. 90-летний юбилей отметил Иван Галяков. Как и многие другие, он прошел главное испытание в жизни – Великую Отечественную войну. По традиции поздравляли ветерана-представители администрации и наша съемочная группа. Уважаемый Иван Николаевич, поздравляю вас с 93-м, со дня вашего рождения. Примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, радости, благополучия, бодрости и неистекаемой энергии. Жизнь прожить, не поле перейти, гласит народная мудрость. Насколько это утверждение верно, могут судить старожилы, на долю которых выпало немало бед и житейских тягот. Война пришла, когда Ивану исполнилось всего 14 лет. Чтобы помогать семье, пришлось работать в колхозе, а уже в 17 его призвали на фронт. Были молодые и особого настроения. Родители переживали, а мы молодежь маленькие. Сразу-то не осознали, что произошло. Да, не осознали. Родной брат Ивана Николаевича пропал без вести. Отец, воевавший на двух войнах, вернулся тяжело раненым. Сам Иван Галяков остался служить в ВДВ в Тульской дивизии еще 6 лет. Позже вернулся. Устроился работать на завод РИП учеником токаря. Взяли это на учет. Сначала это сказали, что через месяц придешь, завод как раз строился. РИП. Ну понятно. Иван Галяков является победителем пятилеток, лауреатом государственной премии, имеет орден «Знак почета». Но главная его награда – это его семья. С супругой Людмилой они прожили вместе 65 лет, имеет двоих детей, трех внуков и семь правнуков. Это ли не пример для молодого поколения? Мария Жукова, Александр Симонов, Новости Мур.